Ораторское мастерство может преодолеть соофобию, когда есть навык выступления на публике, а нет. Но это тоже самое. Главное, словесная импровизация, нет. Ты не уберешь соофобию. И же правило очень хорошее, которое называется так, что тренируешь, то и получаешь. Ты на публике будешь ораторствовать? Да, ты будешь. Но тебя будет колбасить, когда ты выйдешь. Из поля зрения вот этих людей, когда ты выйдешь со сцены, ты будешь ехать маршруточки, будешь ехать в автобусе, ты тебя будешь колбасить, потому что бабушка на тебя посмотрела как-то не так. Когда ты будешь выходить опять на сцену Тебе будет нормально, ты уже там убирал Убрал эту социальную тревожность Но когда ты будешь опять ехать куда-то, когда ты будешь в магазине с кем-то общаться Увидишь какого-то бомжа Вася, который на тебя посмотрит Ничего не имею против имя Вася, если что Ты расстроишься, потому что Вася бомж на тебя посмотрел так, что у тебя уже Ну, тебе хочется в туалет побежать, потому что тебе очень страшно Потому что Вася в этот момент посмотрел на тебя так, что он хочет Что-то с тобой сделать И ты же умеешь читать мысли, ты же социофоб Все социофобы, они супермены Они умеют читать мысли Поэтому, к сожалению, нет. Ну и еще одно, то, что социофоб, когда даже выходит на сцену, он считает, что он умеет читать мысли Джуги Хиллея, у него включается жесткая тревога. И когда он находится на сцене, он может справиться своим волнением и что-то говорить. Но в тот момент, когда он будет говорить, он посмотрит на лицо какого-нибудь мужика, который в этот момент смотрит на него. Что происходит у обычного человека, который не социофоб? Ну да, у мужика какая-то кислая рожа. Но эта кислая рожа может быть по разным причинам. Может, мужина в этот момент суп сегодня не накормила нормально, вкусным супом. И он об этом переживал. Но социофоб сразу же это примет на себя. Если мужик вот это посмотрел именно таким кислым взглядом, 100%, значит, он говорит что-то не так. И все, выступление следующее. То есть у него могло быть классное выступление, уверенное в себе, но все, как он увидел этого мужика, которого кислая вот эта рожа, он расстраивается, потому что этот момент мужик 100% подумал о нем, что что-то с ним не так, что он какой-то не такой. Все, социофоб будет полчаса говорить очень уныло, скучно. И самое главное, что его будет колбасить все это время. Потому что вот мужик в этот момент на протяжении получаса все время думает о нем. Естественно, все думают только об этом социофобушке. Больше никто ни о чем не думает. Все думают только о том, что социофобушка, во-первых, суперзвезда 100%. И не просто суперзвезда. Он мне читает мысли других людей. И самое главное, он вот эту социофобушку свою, которую не убирает, он ее холит или леет, потому что считает, что это его детище. Благодаря ему может защищаться от других людей. Он не может, может не выходить на улицу, может там, не знаю, там не работать. Все будут люди делать за него. Это такая социофобушка, которая ничего не хочет делать. Не хочет убирать социофобию. А что он делает? Правильно. Он лучше пойдет в ораторство, он лучше пойдет в словесную импровизацию. Но социофобушку свою убирать не будет, потому что это его детище, его ценность. Если он уберет эту социофобию, то он останется один на один с людьми. А тут так выгодно. Можно сидеть дома голым в ванной, плакать и говорить, что люди несправедливые, мир несправедливый. Жалеть себя, сам обичевать себя. Но это приятненько, да? Поэтому социофобию лучше не убирать. Лучше словесная импровизация прокачиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok